В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. В 2020 году автолюбители жилого комплекса «Зеленая аллея» наконец смогут в течение пяти минут выезжать на трассу Дон. Первый этап строительства дороги включает в себя строительство двух полос. Паспорта граждан Российской Федерации вручены десяти юным жителям муниципалитета. Для него, наверное, это все-таки такое важное, знаменательное событие. То есть это какая-то отметочка в его жизни, это какой-то возрастной рубеж. Ежегодный фестиваль авторской песни имени Тува Янсен в конце ноября собрал любителей бардовской песни. Это не устаревшая авторская песня, которая не всегда бывает некоторым, понятно, молодым, а это реально живой и очень фестиваль. Началось строительство дороги, которая соединит жилой комплекс «Зеленые аллеи» и только готовящийся к возведению мини-полис «Дивная» с трассой Дон. Она позволит серьезно разгрузить городские транспортные потоки. Подробности о проекте дороги узнал Максим Козлов. Хотя город-сад здесь будет только через четыре года, о транспортном сообщении с Москвой задумались уже сейчас. В офисе компании-застройщик и микрорайона «Дивная» можно увидеть и жилой комплекс в миниатюре, и карту трассы. Куратор проекта Алексей Курносик рассказывает о будущей дороге представителям инициативной группы – жителей жилого комплекса «Зеленые аллеи». Я правильно понимаю, что уже в конце года, наверное, в декабре 2020 года, жители ЖК «Зеленые аллеи» отсюда, да, здесь у нас ЖК находится с вами, правильно, поедут уже по этой трассе? Первый этап строительства дороги включает в себя строительство двух полос протяженностью около километра от деревни Тарычево до выезда на трассу М4 «Дон». Сейчас на данном этапе начались подготовительные работы. Разбивка геодезической трассы, снятие плодородного грунта, завозим песок. Несмотря на то, что работа над проектом началась только в этом году, вся документация полностью готова и прошла экспертизу. Застройщикам получены необходимые разрешения. Проектом предусмотрено освещение уличное в местах пересечений с проездами и зоне примыкания к трассе М4 «Дон». Также предусмотрено водоотведение с дороги, все в соответствии с нормативами. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто услышать. Подойти вплотную к участку, где уже начались работы над будущей дорогой, не позволяют правила техники безопасности. Но работа видна, что называется, невооруженным глазом. В принципе, посмотреть на стройку может любой желающий. На сам объект вас, конечно, не пустят. Но начало дороги прекрасно видно с трибун стадиона «Металлург». Сроки и качество строительства будут контролироваться уполномоченными органами и администрацией муниципалитета с одной стороны и общественностью с другой. Впрочем, и сами строители готовы делиться любой информацией. Все в строительстве поднадзорно, проверяют регулярно. Наша девелоперская группа постоянно выкладывает фотографии, постоянно пишет отчеты в интернете, в социальных сетях о ходе строительства как нашего жилого комплекса «Дивная», так и строительства дороги. В конце 2020 года закончится только первый этап строительства трассы. Но по ней уже можно будет передвигаться. К концу 2022 года планируется увеличение полос до четырех. К этому времени будет сдана первая очередь микрорайона «Дивная», а значит, нагрузка на дорогу увеличится. Сейчас мы получили подтверждение всем слухам, которые были до сегодняшнего дня, какие-то мифы развеяли, дороги быть, и мы ждем ее к декабрю 2020 года. Протяженность трассы всего чуть больше километра, но она серьезно сократит время выезда автолюбителей на трассу М4 Дон. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Продолжим тему с нашей гостью. Сегодня в студию мы пригласили Марию Гаевскую, руководителя управляющей компании в жилом комплексе «Зеленая аллея». Мария, добрый день. Здравствуйте. Ну, выезд этот без преувеличения очень долгожданный. Как удалось добиться? Ну, мы добивались, наверное, не выезда самого из ЖК «Зеленая аллея», да, мы добивались сокращения срока строительства. Это важно. Мы с жителями обращались многократно в администрацию нашего округа, ходили к главе Валерию Венцелю. Срок перенесся с весны 2020 года на 1 декабря 2019 года. Собственно, на сегодняшний момент он уже строится. Я знаю, что в «Зеленых аллеях» много активных жителей, вот их силами. Конечно. Чего удалось добиться? Конечно. Этот выезд в том числе и их заслуга. Наша заслуга вместе, совместные жители, как отдельно, так и совместно со мной. Постоянно обращаемся в адрес администрации, в адрес застройщика. Это общая работа нас всех. На сегодняшний момент проделана работа порядка четырех лет, да, мы вместе уже с жителями. Что мы сделали? Это организация субботников, на чем самое первое, наверное, что мы сделали в «Зеленых аллеях». Мы посмотрели, мы шли за пределы наших домов, посмотрели вокруг, стали организовывать субботники. Была организована народная тропа. Мы все вместе ее строили, вместе с жителями, вместе с подрядчиками. Народная тропа. Сегодня это уже такой законченный объект благоустройства. Выход из ЖК «Зеленой аллеи» в Старый город. Очень большая работа по застройщикам у нас. Благодаря активным жителям в том числе мы ведем претензионную работу. И, конечно, один в поле не воин вместе с жителями. Мы и администрации доказываем, что необходимо обратить на нас внимание, что пора уже, чтобы администрация работала и застройщиками, и застройщиками. Приближается Новый год. Все мы планируем. Что ждет жителей «Зеленых аллей» в 2020-м? Конечно же, если мы говорим про непосредственно наш ЖК, нас ждет сдача новых корпусов, новые жители. Нас ждет сдача нового детского сада, во вторую очередь, строительства. Нас ждет долгожданное начало строительства школы. Нас ждет в декабре 2020 года сдача дороги, трассы на М4, второй выезд из «Зеленых аллей». Нас ждет организация благоустройства пруда, прилегающего к «Зеленых аллей». Это, наверное, из главных таких масштабных вопросов. Конечно, есть много мелких вопросов. Год, я смотрю, такой активный запланирован, 2020-й. Да, работы будет новой. Успехов, чтобы все осуществилось. У нас в студии была Мария Гаевская, руководитель управляющей компании в жилом комплексе «Зеленые аллеи». Этот день навсегда запомнится десяти юным жителям Ленинского округа как один из важнейших дней в их жизни. Вместе с родителями ребят пригласили в районный историко-культурный центр для получения паспортов граждан Российской Федерации. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Особую торжественность и серьезность событию придает гимн, с которого началось мероприятие. Заметно волнение главных героев праздника и их родителей. Сегодня сюда пригласили десять юных жителей округа, которым в минувшем месяце исполнилось 14. Глава городского поселения «Видное» Моисей Шимаилов поздравил ребят и сказал несколько напутственных слов, будучи уверенным, что этот день каждому запомнится навсегда. Это документ, который говорит о том, что ты уже вырос, ты уже отвечаешь за свои поступки. У тебя уже есть не только право, но и какие-то обязанности. Ну и, конечно, все вытекает из этого. Торжественность важна. Ученик шестой школы Давид Фараджев приехал с отцом и младшим братом. Юноша считает, что паспорт – шаг во взрослую жизнь. Они считают, что это за себя, за свое поведение и поступки. Еще один герой мероприятия – Егор Бабовский, житель развилки. Говорит, что в 14 лет паспорта выдавать еще рано. 14-летнему ребенку я не знаю, зачем нужен паспорт. А во сколько нужно давать паспорт, на тот взгляд? К 16, когда экзамены, нужно задавать ОГЭ, все эти экзамены. Отец Егора, Юрий Бабовский, не совсем согласен с сыном, считая, что, получая паспорт, подросток начинает чувствовать большую перенадлежность государству, в котором живет. И сегодняшний день, несомненно, запомнится. Для него, наверное, это все-таки такое важное, знаменательное событие. То есть это какая-то отметочка в его жизни, это какой-то возрастной рубеж. В завершении мероприятия – общее фото на память. У девушек и юношей в руках паспорта в новых обложках с символикой Подмосковья. Теперь каждый из ребят может смело цитировать Маяковского «Смотрите, завидуйте, я гражданин». Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. 5 декабря отмечается День воинской славы. В 1941 году в этот день началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. По этому случаю в Развилковской школе прошел урок мужества, на котором побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. В актовом зале Развилковской школы собрались учащиеся как старшего, так и младшего возраста. Проводить такие мероприятия необходимо для всех, считает директор образовательного учреждения Татьяна Бондаренко. Ведь о войне должны помнить как можно больше людей. Это очень важно, потому что надо любить свою родину, защищать ее, жить на ней под чистым мирным небом, чтобы наши дети, у них было хорошее счастливое детство, они ценили эту победу и чтобы никогда не допустили повторения такой страшной войны в истории нашего человечества, в истории нашей Родины. Ребятам повезло пообщаться с теми, кто видел войну своими глазами. С замиранием сердца они слушали рассказ очевидца тех событий ветерана войны Александра Александровича Ковальчука. Именно битву под Москвой он назвал переломным моментом Великой Отечественной. Это был только конец германской стратегии на молниеносную войну. Ну а победу уже определили последующие битвы. Сталинград на Курской дуге, форсирование Депра и прочее, прочее завершилось отдело Берлини. Благодаря событиям под Москвой советские войска почувствовали, что они могут дать отпор фашистским захватчикам и поверили в свои силы. Это была первая победа нашей армии, которые, может быть, штампами развеяли миф о непобедимости. Ведь фашисты шли, все уже, вся Европа покорена, у нас громадные территории, жертвы большие, они шли все. Нахдрахоском называли. И вот это был первый переломный момент, громадные жертвы, конечно. По количеству погибших солдат, это сражение одно из самых массовых во время Великой Отечественной войны. Со сцены звучали стихи и песни. Ребята вспомнили героев того страшного времени и их заслуги перед Отечеством. 28 панфиловцев, Зоя Космедемьянская, Виктор Талалихин. Сегодня их имена и подвиги вспоминают на уроках истории. Передавать все, что вы сейчас слышите, все, что вы сейчас видите. Передавайте своим детям, передавайте своим внукам, правнукам. Несите это. В Развилковской школе ведется большая патриотическая работа. Существует своя ячейка детско-юношеского движения «Юнармия». В этот торжественный день ребятам вручили знамя и ключ от школьного штаба, где будет проходить подготовка ко всем тематическим мероприятиям. Я считаю, что это мероприятие является одним из самых важных, потому что то патриотическое воспитание, которое давали родители еще в советское время, должно передаваться и на нынешнее поколение, так как это преемственность поколения должна продолжаться, и я буду своим детям рассказывать о том же. Этот урок напомнил школьникам, как важно знать о мужестве и стойкости поколения победителей. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Подобрать себе такой важный, а иногда и необходимый аксессуар, как очки – дело непростое. Но теперь справиться с этой нелегкой задачей стало проще. Открывшийся на Ольховой 11 салон оптики «Соло» порадует глаза каждого и поможет увидеть мир таким, какой он есть. Убедилась в этом наша съемочная группа. Не прошло и года, как на Ольховой 11 открылся салон оптики «Соло», но и за это недолгое время он успел полюбиться многим. Секрет успеха прост – здесь каждому покупателю относятся как к другу и дорогому гостю, а услуги предоставляются на высоком уровне. Так что ответ на вопрос, кому доверить самое драгоценное, свое зрение очевиден. Конечно же «Соло». В нашем салоне работают дипломированные сотрудники. Стаж каждого сотрудника более 10 лет в оптическом мире. К каждому клиенту относимся настолько индивидуально. С каждым у нас особое отношение. После выдачи заказа я всегда стараюсь позвонить через определенный период времени и узнать, все ли хорошо, все ли комфортно. А начинается визит прежде всего с тщательной диагностики. Причем делается она совершенно бесплатно. Можно просто прийти и посоветоваться с доктором. В США, Израиль, Испания, Япония, Франция в «Соло» представлены линзы большинства ведущих мировых брендов. Кроме того, здесь, пожалуй, самый широкий выбор детских оправ в городе. Радуют глаза и стенды с солнцезащитными очками. Найти свои идеальные очки в «Соло» сможет каждый. Здесь более 500 оправ, как для зрения, так и солнцезащитные. Вот, кажется, и я свои нашла. Мне нравится. И цена отличная. Действительно, цены в «Соло» оптимальны. Стоимость пары линз начинается всего от 800 рублей. А еще здесь очень ценят время покупателей. Благодаря собственной лаборатории, что редко встречается прямо в салоне, получить заказ можно всего лишь за час. Следят в «Соло» и за модой. Сориентироваться в бескрайнем океане форм и цветов и создать образ поможет стилист. Подбор очков происходит с учетом индивидуальных особенностей лица. Мы учитываем цвет волос и, конечно, ориентируясь на последние мировые тенденции. И клиент уходит отсюда не только в модных, но и в стильных очках. Елена Нежина в салоне в поисках красивого аксессуара. И по признанию женщины глаза разбегаются. Здесь очень хороший выбор, который всегда обновляется. И я думаю, что я стану постоянным клиентом. Доволен и пенсионер Сергей Денисов. Здесь и хорошо, и дешево. И по кармону пенсионерам. А с 15 декабря по 15 января каждого покупателя ждет новогодний сюрприз. Подарочный сертификат. Приходите. В салоне оптики «Соло» на Ольхове 11 вам всегда рады. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В клубе самодеятельно песни и туризма «Горизонт» прошел ежегодный фестиваль авторской песни имени Тува Янсен. В конце ноября. Разношерстная публика и столь же разнообразные исполнители. Бардов и не только слушала Александра Столярова. Каждый год в последние выходные ноября в клубе самодеятельной песни и туризма «Горизонт» полно гостей. Здесь собираются любители хорошей музыки, друзья клуба и его воспитанники. Фестиваль в конце ноября для всех становится главным и долгожданным событием месяца. Окса – одна из постоянных участниц. У каждого места есть своя какая-то аура. И вот это, вот аура этого места, она какая-то очень добрая и теплая. Изначально в конце ноября существовал как небольшой фестиваль друзей-музыкантов, которые делились друг с другом творчеством. 12 лет спустя в программе концерта уже 20 выступающих. Среди них авторы и исполнители из городов Видное, Домодедово, Москвы. А зал полон гостей, которые отмечают уют и камерность события. Сейчас можно увидеть и услышать электрические инструменты, бас-гитару, там разные, даже ребята некоторые читают рэп. То есть это уже современная форма, это не устаревшая как бы авторская песня, которая не всегда бывает некоторым понятна, молодым, да, а это реально живое очень фестиваль. Воспитанники клуба «Горизонт» рады подобным событиям, а руководство выражает благодарность за помощь в организации, учреждению по работе с молодежью и энергией и отмечает, как воодушевляет ребят фестиваль. Развивает вкус к музыке, развивает вкус к поэзии. Кроме того, просто часть выступающих – это, в принципе, их ровесники и, наверное, появляются какие-то дружеские связи. Один из участников фестиваля – Илья Никифоров, под сценическим псевдонимом «Каширский кот» выступает здесь уже второй год с песнями собственного сочинения «Под укулеле». В выступлении ему помогает подруга Диана. Артист не только порадовал зрителей знакомыми песнями, но и представил композицию «Зараза», которая войдет в будущий альбом исполнителя. Песня «Зараза» Песня «Зараза» – она о том, как человек себя ощущает внутри социума. Для большинства моих песен современных – это переживание, это рефлексия о чем-либо, но рефлексия, которая выходит в какой-то вывод. Хороший причем, я надеюсь. В конце ноября – уютный небольшой фестиваль, открывающий зиму вот уже 12 лет. Музыка здесь, как и аудитория, разная, но любовь к ней у всех одна и большая. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»